И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что нахер. И сшили смоковные листья, и сделали себе опаяться. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал на смерть Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует, в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал на смерть Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует, в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Родители новорожденных умирали всегда, в самый непредсказуемый день происходила беда. Седоволосый старик, пролетая сквозь года, сказал мне, никогда не говори никогда. В детстве я видел умирающее семя, в юности заметил дерево, с которым работало время. Для чего неплодовитые ветви освещают зарево? Такому дереву пора на визави и сохни вам. Суета, сует, сказал Соломон, все суета. Работа человеческая для насыщения рта. Два человека в Эдеме не понимали слова нагота. Зачем шить опоясание смокомного листа? Желанное познание добра и зла. Главная причина прихода Христа в мир и преисподние места. Его святая кровь во искупление людского греха стекала с креста. Всего закона Моисеева сегодня не исполнить. Эра благодати снова заветнего листа. Грехи поработили сегодня бедных и богатых. Благое семя сеет царь измученных и виноватых. Князь этой планеты дьявол. Его работа вырвать Евангелие, чтоб сеть плевел. Идолов из золота и серебра, преподнесенных в умы людей, как невинная игра. Смейным обольщением около древа зла и добра. Родами из Адамова ребра. Там самое главное рабство разделило множество живых душ от Господнего Царства. Причина этому погоня за богатством. Глаза исполнены всякой неправдой, лукавства. Жизнь предлагает заповедь благословения. Смерть исполнена не прослушание, а проклятие. Законы слова Господнего написаны для исполнения. Его неисполнением усугубляется наказание. Для чего вы верите глухонемыми, рукотворным иконом, православным обрядом? Грехи Бог не могут находиться рядом. В пролитой крови Христа на веки победы над адом. В пролитой крови Христа на веки победы над адом. В пролитой крови Христа В пролитой крови Христа Бог мир, что отдал на смерть сына своего единородного. Чтобы всякий, кто уверует, в него не погиб, но имел жизнь вечную. Редактор субтитров А.Семкин